Теперь и до площади Мясникова. У столицы после двухгодовых операпинку обновили рух трамвая. Пассажиры могут корыстаться трамвайными маршрутами номер 1, 4, 7. Разом с тем, 901-й автобусный маршрут, который открыли на час ремонта, снятый. Установлены и новые припыночные пункты. Александр Хоровец оценил измену в транспортной системе столицы. Быстрее добираемся, легче. Спокойно по городу приедешь, посмотришь город. Красиво и удобно. Это, конечно, экономит где-то до получаса времени. А головная, без перосадок, теперь можно добраться до шагуночного вокзала с трех концов столицы на трамваях. По кульже на припынках не так шматлюдно. Еще не все пассажиры привыкли до обновления руху 1, 4 и 7 трамвайных маршрутов. По словам Татьяны Кулаковой, эта зъява часовая. Водитель экотранспорту признается, сама еще не до конца верить, что нарештая вернулась на той маршрут, где 6 годов тому начиналась ее карьера. Постоянно работаешь на маршруте, привыкаешь. Но я думаю, что сейчас вольемся сюда, на этот маршрут и будем ездить, возить наших пассажиров. За открытием трамвайного руху отменили 901-й автобус. А 11-й трамвай будет курсировать только в часы пик в будни. По улице Костричницкая экотранспорт, по куль ходить не будем. Тут ведутся ремонтные працы. На улице Платонова так само усталявали новые припынки. Они имеют новый дизайн и большую площу. И все же три трамвайные маршруты до Чигуночного вокзала будут курсировать прикладно по годам. После чего ГТВ транспорту снова спинят. По словам специалистов, участок пути, який ведет до площади Мясникова, закроют на реконструкцию. Столичные улады подкресливают. Одновидь рух плануют до начала других летних европейских гульняв, которые пройдут в 2019 году. Это связано с двумя причинами. Во-первых, улучшить качество обслуживания пассажиров за счет более высокотехнологичных способов реконструкции трамвайных путей. И вторая причина заключается в том, чтобы отремонтировать те пути, которые долгое время не подлежали ремонту. С приходом в осень громадского транспорта на городских улицах стало значительно больше. Отпускный сезон скончен. Их это не опошнее повеличение. С 16 вересня и 18 кастричника, сколькость автобусов и троллейбусов на самых загруженных участках снова вырасти. Мы постоянно проводим мониторинг и увидели, что есть смысл увеличивать транспортную работу в несколько этапов. И вот такие этапы с разницей в две недели мы уже практикуем не первый год. Ну и в принципе жалоб и претензий пассажиров не возникало. А кроме этого до конца года у столицы плануются открыть и некольких худкосных маршрутов по первому и другому городскому транспортному кольцу. Александр Хоровец и Андрей Градобоев. Агентство Телиновин. Минск.